Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о антикоррупционном комитете и его работе. Последнее время членам организации по борьбе с преступностью и коррупцией приходится бороться не только с внешними врагами, но и с внутренними. К сожалению, время от времени в команде Никиты Михалкова появляются люди, которые попали в комитет по ошибке. Сначала они усыпили бдительность, а потом неожиданно предали комитет. На этот раз чрезвычайное событие произошло при отправке товарного состава с гуманитарной помощью и ценными подарками для участников спецоперации. Особо важный груз сопровождали члены комитета известные артисты. Актер Евгений Сидихин, певец Кай Метов, Раймонд Паулс и генерал спецслужбы Николай Самарин. Однако на одной из промежуточных станций стало известно, что от состава отцеплено 4 вагона с особо важным грузом. С помощью записи видеокамер было установлено, что ночью отцепление вагонов совершил генерал Николай Самарин в сопровождении неизвестных людей. Все содержимое вагонов было загружено в грузовые машины, которые отбыли в неизвестном направлении. При задержании генерал спецслужбы Николай Самарин оказал сопротивление и ранил композитора Раймонда Паулса в область плеча. Известному актеру и бывшему воину-афганцу Евгению Сидихину ничего не оставалось, как применить боевое оружие, чтобы защитить своих товарищей и обезвредить предателя. Николай Самарин погиб в результате получения огнестрельных ранений. К слову сказать, что за свою жизнь Евгений Владимирович Сидихин прошел огонь, воду и медные трубы. Еще до начала своей творческой карьеры в 1983 году он проходил службу в Афганистане, где был тяжело ранен, получил боевые награды и наградное оружие. За время работы в комитете Евгению Сидихину уже не в первый раз приходится применять оружие. Несколько месяцев назад Евгений Владимирович вместе с Александром Розенбаумом задержали опасных преступников. Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Во Франции продолжается уголовное дело в отношении дочери пресс-секретаря, верховного главнокомандующего Елизаветы Песковой. Напомним, что 26-летняя женщина вместе со своим супругом недавно были арестованы за неуплату налогов и ведение незаконного бизнеса. Семейная пара будет находиться под арестом до суда, который назначен на 1 июня текущего года. У певиц Веры Брежневой и Светланы Лободы была арестована крупная сеть продовольственных супермаркетов на территории Калининградской области. Одна из причин ареста – это грубое нарушение санитарных норм и неуплата налогов. Известный певец Николай Викторович Басков подал заявку о вступлении в антикоррупционный комитет. На данный момент заявление артиста находится на рассмотрении. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.